С финнами попрощались, с заграничными герками попрощались, то есть наша российская региона уже уже новая. Никогда не видел, как же это не там. Финнополисово находится в ресивере поддавлено, и подается уже в прескланы. Вот видите, да? Красавец. Печной мир. Как он формуется, то есть и по этим процессам мы пройдем. Также с нами будут специалисты завода, с кем мы будем общаться, кому задавать вопросы. Так, ну все, мы прошли проходную, нам выдали форму. Сейчас, так скажем, пойдем в цеха смотреть, просвещаться. Вот такая у нас будет сегодня рабочая одежда. Мы попали в конструкторский отдел. Я как понимаю, то есть отсюда начинается как раз литье и вся продукция выходить, ну так скажем, идея превращаться в изделие. Андрей Борисович, это руководитель технического отдела. Да, да, сейчас как раз хотелось бы немного подснять именно начало. Андрей Борисович, расскажите немного об отделе своем, то есть что здесь у вас происходит. Все идеи, полученные от заказчиков, поступают именно сюда. Здесь с помощью компьютерной технологии происходит проектирование как самих изделий, так и необходимой модельной оснастки для его изготовления. Потом уже файлы поступают на участок изготовления модельной оснастки. Ага, то есть а сколько времени допустим, чтобы, вот пришла мне идея сделать дверку, сколько времени надо, чтобы она встала? Время недели. Вот именно сейчас можем посмотреть, как происходит проектирование новой каминной дверки. Может, дали обратную связь, ручку. Сделайте поменьше. Поменьше, надо поменьше будет поменьше. Чуть более гармонично смотрелось. Так, сейчас мы пришли в цех серого чугуна, да? Александр Викторович, это зам производства. Сейчас нам покажет, как льется чугун. Ну и вообще, какие бывают виды производства, правильно? Да. Наш чугунный цех включает в своем производстве различные виды литья, различные участки. Это песчано-глинистое литье. Сейчас мы его с вами увидим. Это литье по газисферным моделям. Мы его увидим позже. Это литье по выплавляемым моделям. Это тоже один из видов литья, которым наше предприятие владеет всеми этими видами. Эти данные виды литья нам позволяют с успехом исполнять запросы и выполнять заказы заказчиков нашего литья. И также и всех песчаников, не нуждающихся в каком-либо литье. Включая даже какой-то ремонт для себя и так далее. Прошу вас пройти в цех. Но быть внимательными и аккуратными. Красные литья, стараемся не заходить. Я понял. То есть откуда здесь все надо скажем? Все начинается с подготовки лома и так далее. Я думаю, это видели. Вам покажут. Вон вдалеке стоит плавильный агрегат, магранка. Чуть позже мы к нему подойдем. Ближе внимать посмотрим. Сейчас вы можете наблюдать, как заливщик выпускает расплавленный металл, а это чугун, из магранки. Происходит выпуск металла в ковш. Температура на выпуске составляет порядка 1300-380 градусов жидкого чугуна. Магранка, что это в принципе? Это в принципе шахтная печь. Завалка происходит сверху. А чем плавится металл? Для плавления у нас применяется в магранке. Применяется в топливо кокс. А исходные мсты, шифтные материалы, что мы плавим? Это сетинерский чугун, это лом, это различные добавки, фиросплавы. Чтобы все это было сбалансировано согласно технологии, технологического процесса. Все это взвешивается, дозируется и так далее. Давайте аккуратненько пройдем. Начнем мы формуем. Это автоматическая формовочная линия. Горизотальная стопочная формовка. Сейчас заливщик производит заливку форм. Это различные изделия из нашей расширенной номенклатуры. Дальше у нас с вами идет зона выбивки, отделение для технов. Она работает в автоматическом режиме. Оператор уже производит контроль. Оттуда выходит формочка. Да? Оттуда выходит формочка. На той позиции происходит формообразование, а здесь уже выталкивание. Выталкивается в одну линию. Происходит выбивка. Иззорное отделение. Сколько ему надо отлежаться, чтобы он застыл? Ему хватает вот этой зоны охлаждения. Вот она. После заливки дальше идет выбивка. Выбивка порядка 100-150 метров. Это зона охлаждения. Чугуну хватает этого для коллективизации и сохраняет свои свойства. Да, тем более. Мы продвоем отлитки. Дальнейшую комплектацию продвоем в механический секс. И дальше вы это увидите. Все это по кругу идет, получается. Да? Да. Без остановки. Да, хорошо, да. Никогда не видел, как ленту лежал. Все жидкие, как вода. Да? Дальнейшее движение отливок с помощью лендовик-транспортеров, барабанов попадается в тару. В таре она, отливка, уже остывает до температуры необходимой, чтобы она могла быть подана на дробомет. Что такое дробомет? Это устройство для очистки литья, в принципе. Где очистка литья, производится дробью. Предлагаю пройти в отделение обрубки. То есть цикл технологический, он завязан и идет по цепочке. Вот металла, форма, отливка, очистка. Вот они, дробометные установки. В них производится загрузка автоматически, очистка литья дробью. А дробью, вы видели, что это закатается, барабан? Да, да. Да, по сути. И дальнейшая уже стажа отливки идет на сторону ДК. Контрольная функция. Контролеры, отдела техническая контроля, производят разбраковку. По видам брака, по рисункам, то есть рассматривают, рассматривают и так далее. Вот так выглядит разбраковка литья. Дальше после разбраковки литье подается на обнаждачивание. Дальше обнаждачивание. При необходимости мы требуем сборку, укладку вторую. То есть по видам литья, по рисункам и так далее. И это литье уже передается дальше по цепочке, на механический цех, если требуется мехобработка, то есть сверление и так далее, сборки. Либо на склад готовой продукции. Такие виды литья, как, например, толстиковые решетки. Сборки они не требуют. Выхлали, отдали клиенту, покупателю. Но вот дверки летают так автоматически, они не лопают. Нет! Все, мы двигаемся дальше по заводу. Сейчас нас Александр Анатольевич проведет по своему цеху. Это как называется ваше производство? Это получение литья по технологии ЛГМ. То есть это третий вид получения литья за счет пенополистирования? Да, то есть по литью в газифицируемой модели. То есть он состоит из определенных этапов. То есть самый первый этап, то есть сейчас мы сейчас рассмотрим. То есть именно на участке спенивания. То есть здесь конкретно происходит первый этап. То есть из изначального сырья пенополистирола. Это вот из них пузырьки получаются. Да, то есть изначальное сырье пенополистирола. Загружается вспениватель. Дозируется, загружается вспениватель. Вспенивается до определенной плотности, нужной из которой получать модель в дальнейшем. Определенного объема для работы. И вспенивается, то есть вот эта гранула расширяется до определенного объема. Попадает в дальнейшем в сушку. Сейчас можно посмотреть в сушку. Запустили. То есть вот здесь уже сушки нет? Это у нас здесь дозируется. А, вот она. Попадает, вспенивается. И уже проходит этап сушки. Отделяется влага лишняя, которая не нужна. Это вспенивательная уже была? Да, это уже вспенивательная гранула. То есть вот так она выглядит. Но она не намного увеличивается, да? Не как в коробке, когда делают? Нет, нет, конечно, не намного. То есть отделяется влага. Различные еще, возможно, какие-то песчинки. Где-то она спеклась, какие-то камешки. Все это отделяется с помощью сита. И уже в последующем по транспортеру бункера. То есть сейчас мы находимся на участке подготовки фенополистирольных моделей. Ну, то есть мы взяли, вспучили его, да? Да, то есть он вспенился. Получили уже вспененный пенополистирол. Он попадает на этот участок. Загружается прессивера автоклавов. Изготовитель загружает уже в песк формы. То есть какая модель должна получиться. Загружает. Загружает в паровую камеру. И под воздействием пара в автоматическом режиме. То есть идет дальнейшее испекание пенополистирола. То есть шарик в дальнейшем немного расширяется и склеивается между собой. Здесь мы уже получаем заготовую модельку. То есть из этих шариков полистирола уже получается модель. Для каждого изделия должна быть такая форма, своя пресс-форма. Там идет отпечаток именно будущей модели. А кто их сами изготавливает или где-то? Ну, сам изготавливаем. В основном сами изготавливаем. Вот сейчас как раз будет задукта, да? Да, сейчас он собирает ее. То есть собрал нужно лишнюю влагу. Заливши ее, чтобы она не препятствовала попадению пенополистирола. То есть, чтобы все полости он зашел. Может где-то отбадаться скопиться. И что и получится уже. Она не спечется вот в этой области. Но она тоже под давлением должна быть. Да. То есть в ресерве давление. Пенополистирол находится в ресивере под давлением. И подается уже к пресс-форму. Ну и говорит, при нагреве он еще немного дает расширяется. И склеивается между собой. То есть все. Автоклав отключился. Время прошло. Всех циклов его. Все произошло с пенополистиром. Да, ну просто я думаю, все вручную оттекается. Но некоторые пресс-формы достаточно тяжелые, чтобы их поднимать. Все. Моделька спеклась. Идет на охлаждение пресс-формы. После охлаждения будет ее разбор. В этот момент загружается. Да, в следующий уже загружается. А сколько температуры нужна, чтобы хватило? Тут как бы не то, что по температуре, а давление пара. Выше давление, выше температура пара. То есть все эти паровые камеры работают вот именно с этим давлением. Там он тоже проходит несколько циклов. Там подача пара, задержка, включение вакуума, то есть влагоотделение и так далее. То есть свои циклы идут у меня внутри камеры. Сейчас будет вытаскивать, да? Да. То есть сейчас идет именно разбор пресс-формы. Они алюминиевые? Алюминиевые. Потому что здесь как бы агрессивная среда. Кроме алюминия, мы не будем уже, например, в талк. Благодаря. Все будет карабировать и так далее. Используется алюминиевая пресс-форма. Но они ломаются, наверное, периодически. Ну, иногда, но как бы... Уже привыкли, как правильно, где нужно ее поддеть. Можно, наверное? Все, получается вот такая вот модель. Ну, тоже все ровненько, красивенько. Здесь вот единственное, что остается от корпорации следы, через которые выходит пар, который попадает также пар. Кипит вся отвертая, которая работает. Здесь они идут, вот они вверх, вот они следы отъемчиков видим. Через дикт тоже попадает пар и идет с питанием. Она не только по поверхности нагревается, она в поле седент попадает туда пар и уже идет с питанием. То есть, ну и так же вот они пошли по циклам, по кругу все. Да, сейчас так же это вытаскиваем? Да, да, да. Мы получили пенополистирольные модели. В дальнейшем они поступают у нас уже в камеру сушки. Касушка где? Вот она, дверь. Сейчас мы ее откроем, посмотрим. Там тепло должно. Да, в камеру сушки. Ее уже так же отделяется от ее влаги. Сколько? Градусов 40? Здесь от 30 до 40. То есть, здесь доводится она, чтобы она сухая была полная? Да, тоже отделяется влага, потому что как бы влага не должна присутствовать в дальнейшем по этапам пенополистирола. После того, когда модели высохли, все влага отделилась, она попадает также на контроль УТК. Вот здесь АТК-то? Да, то есть, нет, не вот здесь в контроле УТК. То есть, приходит контролер, берет телегу, на которой модели уже конкретно высохли и так далее, перепроверяет их на поверхности, на какие-то дефекты и так далее. Дает свои рекомендации, где что нужно исправить, потому что именно в изначальном виде модельки можно много что исправить, чем потом в металле. Понятно. Все, попадает после контроля УТК на частичную сборку. Здесь уже изготовители изготавливают литниковую систему, согласно чертежа для заливки. Из комплектующих собирают, допустим, вот как уже ценные корпуса. Он так не изготавливается в автоклавии, он так же изготавливается частями. Потом здесь его уже собирают. А зачем выцеплеивать здесь? В смысле, сейчас? Ну, сейчас. А, или то, что он-то отойдется-то полностью уже? Да, да. То есть, он был изготовлен изначально частями. Может, туда поближе подойдем? Пожалуйста. То есть, изготовлен он сначала был частями, допустим, вот этот элемент. Вот эта печь. Здесь уже термоклеем собирается она. Собирается литниковая система для заливки. То есть, это шлаковловители, питатели. То есть, их тоже собирают, а потом здесь уже крепят? Да, здесь уже крепят именно литниковую систему. И потом, в дальнейшем, она поступает на следующий этап, это покраска. Идем дальше, покраска? Да, сейчас идем покраску. Мы можем наблюдать следующий этап. После того, когда собрали уже предварительно модельные блоки, начинается их покраска. То есть, нанесение противопригарного покрытия. Модели спускаются на телегах и подаются уже к ваннам. Миксером. На них наносится противопригарное покрытие. В один слой? Конкретно вот этот идет в один слой. Если другого вида, он уносится в два слоя. Именно по тех требованиям. Потом, после того, когда нанесли его, он отправляется также в камеры сушки. То есть, везде, на всем этапе идет отделение влаги. То есть, она влага и используется, влага и отделяется. То есть, тут высохла, а потом там дальше, я понял. Здесь идет высыхание ее при температуре. И потом она уже попадает на следующий этап. Это уже финишный этап. Именно на участке подготовки пенополистиронных моделях. Это полная сборка его. На полной сборке уже происходит финишный этап по сборке модельного блока. Здесь приклеивается литниковая система. Приклеиваются выпора. Вот мы можем наблюдать на плите сверху. Все это подкрашивается. Полностью он готовится именно к заформовке. И за формовке, и за лифтой модельных блоков. Это мы наблюдали с частичной сборки, уже покрашенной. То есть, не до конца собранной. Сюда приклеится стояк с чашей. И также отправится уже в камеру хранения. С этой камеры уже идет на заформовку. Здесь, то есть, именно доводится до конечного продукта к заливке. На полной сборке. Ну, то есть, везде приспособления есть, которые ускоряют как раз процесс. Да, везде кондуктора, чтобы быстрее собирать и так далее. Минимизировать все вот эти потери временные по сборкам. Потому что достаточно очень много времени уходит, чтобы собрать этот модельный блок. Чтобы он один прошел все эти этапы. Можно, да? Да, конечно, можно. Одной рукой поднял плиту чугунную. Казанную. Это КА-512-я же? Да. КА-512-я, по 12-й казан. Да, вот это же как фантастика. Это последний этап. Угу. Все. Потом уже все идет. После этого идет уже заформовка. 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 Капоти передвинули в зону заливки. Подготовили расплав синтетического чугула определенного химисостома. Конкретно, что из-за клевок здесь заформована. Сейчас намеряю температуру. Подготовим. Какой температурой именно нужно сливать. Капотом подключается лакурная система. Чтобы создать разрежение. Потому что при выгорании полистирола возникает очень много именно продуктов горения. Чтобы их удалить, то есть подключается именно вакурная система. То есть через песок это? Да. Через песок внутри опорты с сетками. То есть через эти сетки в этот сеток удаляется. Это же отдельно вакурная система. Все выставляется разрежением вакула. Подойдется то, что сейчас будет именно процесс заливки. Заливки. Назильного вакула. Заливки. Это только одну форму заливают. Зависимость от металлоемкости. То есть если она определенная металлоемкость. Если у него там до 100 килограмм, 200, можно и две залить. То сейчас вот он на последнем. Залил и все. Потом переходят уже в зону охлаждения. Охлоки уже залитые. И уже процесс пошел именно выдержки. Сейчас там от песок убрать, да? Да, то есть в выбирке что происходит? Опека переворачивается в выбирной шкаф. Отделяется песок. И уже выходит от виска. То есть полистирол сгорел. И металл занял его форму. Здесь уже подготовлены соформировки. Собраны модельные блоки. Эти модельные блоки уже форматши. Ставят подготовленную опоку. Подготовленную опоку. Но сначала здесь засыпается предварительный слой. То есть подушка. Засыпается, утрамбовывается. Потом ставятся эти модельные блоки. Вот эти. И досылаются до формулочного стола. А сколько модельных блоков в один можно поставить? Здесь именно по геометрии нужно смотреть модельных блоков. Чтобы определенное расстояние было от свенок. Чтобы не было именно прогара. Чтобы именно слой этот песок держал металл. Чтобы не было прогара. Чтобы он не пробил песок. И уже не сжег опоку. То есть определенное расстояние по всему периметру. В качестве формовочной смеси. То есть обычный кварцевый песок определенной тракции. Там он многоразовый или неодноразовый? Он в процессе заливки разрушается. Он проходит потом в систему очистки. То есть пыли, приближки, которые разбираются в тон. А рабочая фракция остается. Ну и по мере его уже засыпается, засыпается. Чтобы система была полной всегда. Все равно как бы песок он разрушается. Температура здесь очень высокая. И идет разрушение. Берутся модельные блоки. Ставятся в окопу. Заходят на формовочный стол. И здесь уже мы видим. В автоматическом режиме. То есть стоят вибраторы. В определенной частоте. В определенной отрывке. Своя частота. И под низком вибрации. Кишинка уплотняется. И уже распирают форму внутри окопы. Не дают при заливке. То есть уже не надо произвести деформацию. Все. Мы заформовали. И дальше линия постепенно двигает окопы. И еще в зону заливки. Там происходит. Все по кругу. Все ходит по кругу. Изначально после выливки. Получаются отливки. Именно то есть. Вот такого вида. Это у нас поверхностный слой. Это противопригарное покрытие. Это противопригарное покрытие. То есть она разделяет. Слой металла. От слой песка. Чтобы ни в коем случае они не перемешались. Она держит. Но она не выгорает получается. Она вот сейчас полностью выгонова. В смысле форму свою держит. А потом ее уже очищают. Да. То есть. Ну и вот оставшийся. Это вот тригар. Это песок. Круга именно прилипшая. От высоких температур. Отливка остыла. Потом она уже поступает на подвесной дробанет. Там она. По действиям ударов дроби уже очищается. От этого всего. И попадает уже на контрольный стол. Где проверяется. И в последующем уже на поделение обмутки. Здесь уже, да. Конкретно идет излишняя обработка. Доводка. Где-то с ним обмывали пистолетом. Убираются прида. Где-то ручными. Возличными машинками дорабатываются. Уже шлифуются поверхности. Где-то на заказ обрубаются. И все это поэтапно. И в последующем опять же проходит контроль ВТК. Уже когда обрубили обмаждачу. Мы там дошлифовали. Доработали отливки. Еще раз проверяем. И после этого уже укладывается на подзоны. И поступает склад готовой продукции. Вот она продукция уже приготовленная. На отгрузку. Склад готовой продукции. Ну это еще без вот это. Ну это уже в сайт реальности принято. Уже готова на отгрузку. Можно посмотреть, что бы носит. Он не горячий? Нет, нет, нет. Это вот изначально первый этап грубой обрубки. То есть они отрезали ликитовую систему. И с точки сейчас он попадет на столица. И он будет принимать поверхность. А потом уже идет конфликт. Уже финишная доработка. Шлифуется внутренняя поверхность для активирования. Убирается еще какие-то лишние. Хорошего качества посуда получается. Ну ты что, здесь полностью все шлифовывается. А вот потом она будет как после полотарки рассмотреться или нет? Нет, она шлифовывается практически в зеркало. А крышки тоже чугунные. Сейчас мы подошли к месту отгрузки. Когда изделие прошло уже все этапы и уже готово к отгрузке. Это конечный продукт в этом цехе. Так он выглядит. Ну и то это же еще запчасти. Это будет еще все собираться. Да, полностью комплектующие. То есть с этих комплектующих определенных уже собираются. Объединенная печь. Где-то, конечно, уже и готовы, допустим, как вот решетка, дрель. А так в основном это идут комплектующие на механический цех, где в последующем их уже собираются. Зато изделие. Вот здесь уже все идеально, ровненько, красивенько. Ну, полностью после финиша цех обработан. Так, ну, все, разобрали цех. Это какой? Третий вид плития. Как еще раз он называется? Литье по газифицированным моделям. Литье по газифицированным моделям. Это с помощью полиполистирола? Да, то есть... Пироглаз, да? Да, то есть газифицирован. То есть полиполистирол сгорает, выделяется газ. Тут по газифицированным моделям. Получается уже отлично. А качество лучше, чем на том литье, предыдущем, где мы были? Или какое считается лучше? Здесь можно получить более гладкий, так скажем, эффект поверхности. Где литье в ПГС оставляет небольшие пищитки, отпечатки, так скажем, от формовочной смеси. То здесь мы уже получаем совсем другую поверхность. То есть гладкую. Какой отпечаток оставит пенополистирол в модели, такой мы и получим поверхность. Здесь вы сами можете посмотреть, она абсолютно гладкая. Нет никаких отпечатков, ни подформовочной смеси, ничего. То есть абсолютно гладкая поверхность. И с помощью этого также мы можем добиться очень тонкой прорисовки какого-то там... Более чёткая проработка получается. Да, да, да. Так, ну всё, здесь, я думаю, достаточно. Спасибо, что провели, показали. Пойдём дальше, нас ещё ждут. Сейчас мы передвинулись в механический цех. Александр Александрович расскажет... Ну, вы как начальник, я понимаю, да? Да, начальник цеха. Расскажет, что здесь происходит, какие операции проводятся. В механический цех отливки поступают из чугунно-рекейного цеха. И здесь происходит механическая обработка. То есть здесь используются станки и различные режущие инструменты. Для придания, скажем так, мощности и изготовления отверстий заданных размеров слесаря механо-сборочных работ используют специальные кондукторные приспособления. Так называемая технологическая оснастка. Здесь вы можете видеть, происходит сверление отверстий. А здесь уже непосредственно происходит сборка изделий. Если изделие не окрашивается, оно просто укладывается в шару и готовое уже отправляется на склад готовой продукции. Если же изделие окрашивается, то заготовка поступает уже в покрасочную шару. Переместились в покрасочную. Вся продукция, практически вся, проходит через эту линию. Ну да, у нас получается здесь две окрасочные камеры и один конвейер подвесного типа. Здесь получается, что детали развешиваются на креплениях конвейера. И маляр, получается, при помощи краскопульта наносит термостойку-краску на поверхность заготовок. После этого, получается, детали проходят через сушильную камеру. И, соответственно, потом они уже выходят из сушильной камеры и, в принципе, готовы к сборке. Мы идем на сборку, на участок сборки, где происходит сборка уже готового изделия из заготовок. Все. Из деталей. Двигаемся дальше. С самого начала мы сразу тут наглядно покажемся. То есть, берется крышка, рамка. Вот это пружинный штифт. Он в распорку встает и его держится, да? Да-да-да. Это герметичное или нет? Да, это герметичное. Потом склеивается термостойкий шнур вот такой. Это вот происходит установка шибера. Регулируется поддув. Сколько за день можно собрать, так и говорить? 60. Ну, ребята работают уже давно здесь. То есть, отточены все движения? Конечно, конечно. У них стаж, у кого 10 лет, у кого 12-15. Ну, то есть, опытные сборщики. По ночам дверки сняются. Как они собираются? Ну, в принципе, да. Можно сказать, закрытыми глазами может уже собрать. Вот это нанесение в паз, получается, термостойкого герметика. Он же клей. И вот прокладывается уплотнительный шнур. Тоже термостойкий. Это алюминиевая фольга. Это сейчас концы, чтобы вот такие не были некрасивые. Да, мы тоже получаем продукцию, видно. И вот, чтобы они распушенные не были, за счет вот этой ленты. Ну, а герметик хорошо держит? Не надо, чтобы паз был глубже? То есть, достаточно не выпадает? Достаточно, достаточно. Он же сейчас еще прижмется, наверное, да, за счет дырки? Подожмешь. Да, еще стекло же здесь вставляется. Ну, в данном случае сейчас происходит сборка без стекла. Просто прижимы сейчас прикручиваются. Ну, просто некоторые клиенты, допустим, берут со стеклом, некоторые без стекла. Вот в данном случае это сборка без стекла. Все, осталось установить защелку. Смотрите, как вы видите, в данном случае это сборка без стекла. Теперь контролер УТК проверит дверку, если готово, все правильно сделано, собрано, то дверка получается уже, это следующий этап, упаковка. Вот получается, каждое изделие готовое уже укладывается в гофроящики, для каждого изделия свой гофроящик. Размер, да? Да, естественно, по размеру. Теперь, для того, чтобы продукция доехала в сохранном виде до потребителя, прокладываются пенополистирольными вкладышами вся продукция. Это для транспортировки делается. А логотип какой-то будет доносить? Естественно, потом, после того, как упаковщик запаковал, на коробку клеится этикетка, где указана сама дверка какая, штрих-код, адрес предприятия и, соответственно, дата изготовления и штамп УТК. Так называемое оксидирование, то есть воронение получается, что при нагревании конкретно вот этой чугунной посуды до определенной температуры опускают в бак с льняным маслом. И вот здесь как раз-таки формируется тонкая оксидная пленка, которая и защищает изделие от коррозии и придает вот такой черный цвет. То есть из такого серого чугуна получается вот такое черное изделие, да? Можно вам подробнее? Прошу мать. Ну, вообще, это же химический процесс, правильно? То есть какой-то там... Ну, естественно, да. Проходит внутри? Естественно, да. При нагревании, потом опускании в масло, вот как раз-таки и формируется вот эта оксидная пленочка. Надо, чтобы посуда нагрелась, приобрела такой, знаете, малиновый оттенок. Вот, выкатывается пот на поддоны посуды. На этом мы просто сейчас показываем, как бы, вот, что есть в наличии. А на самом деле, конечно, ну, не по три. Вот, видите, да? Красавец. И опускается в бак с маслом. Сейчас мы снимаем старинный способ окрашивания и декорирования, и защиты чугунной посуды от коррозии. Ну, уже они не как просто чугун. То есть, все, вот это уже готовое изделие, да? Ну, еще ее помыть надо будет. Сейчас еще вот в воде ее потом омоем. Ну, цвет уже мы получили черный. Сушим, обтираем потом. Сейчас мы пришли в отдел ОТК. Отдел технического контроля. Да, про который мы сегодня уже на три раза, наверное, проговорили, что вы есть. Но вот теперь мы у вас. Как вас зовут? Давайте познакомимся. Балабаева Ольга Юрьевна, начальник ОТК. Так, Ольга Юрьевна, давайте пошагово. Ну, или расскажите вообще о своем отделе. Отдел технического контроля занимается тем, что проводит контроль технологического процесса, металла и непосредственно приемку всего отлитого литья, всех отливок, 100%. Ну, начинается все здесь, в лаборатории. Сначала мы проверяем параметры формовочной смеси. С автоматической линией, с машиной формовки, ну, везде, где производится формовка в землю. Производится контроль газопроницаемости формовочной смеси, контроль прочности на сжатие. Также проводится контроль стержневых смесей в сыром состоянии и в отвержденном состоянии на прочность на сжатие и на разрыв. Значит, копер для набивки пробы земли. Да, вот формовочная смесь. Но она меняется или почему ее испытывать надо поставить? Должны быть определенные параметры, которые в техпроцессе указаны. Что предел прочности должен иметь показания от и до определенные. Если идет отклонение по параметрам, значит, мы сообщаем мастеру участка, и они проводят корректировку формовочной смеси. Ну, то есть земля, сам продукт, объемы, размеры, то есть везде ваше участие нужно. ОТК участвует от самого начала, от входного контроля поступающих материалов на производство. Закупаются материалы металлолом, песок, кокс, известняк. Входной контроль проводится. Находимся в выставочном зале, как раз где выставлены только дверки. Это только дверки. То, что вы видите сейчас сзади, здесь нету колосников, задвижек, плит. То есть здесь именно только фурнитура связана с дверьми стопочными, поддуальными, прочистными. Так, с вами мы тоже не знакомы. Давайте знакомиться. Лешкан Сергей. Максим, расскажите нам о своей продукции, о новинках, что у вас в перспективе, то есть какие наработки, в общем, о всем, что связано уже с готовой продукцией, которую мы видим. Дверы, конечно. Хотелось бы начать сразу с той серии, серия это топочные, поддувальные, прочистные дверки, серии Карелия. Это буквально в прошлом году было все поставлено на производство, ставилось, развивалось. Коллекция состоит из пятерки, четверки, тройки топочной, горизонтальной шестерки, поддувальной дверки и прочистной. Есть варианты со стеклом, есть варианты с чугунной вставкой. Ну, сразу здесь мы скажем, что это вот как раз вариант, который используется для банных печей. Именно вот здесь вот изображено все это, что ставится на чугунные банные печи. В каменку. В каменку, да. Вот эта дверка, это как раз в каменку. А можно еще добавлю, вот говорите, для вас это сленг тройка, четверка, пятерка, то есть это размер, это типа размеры, да. Это вот размер кирпича, если мы называем это четверка, значит это четыре кирпича вверх, наши стандартные отечественные кирпичи. Потому что импортный и другой, да, маленечко размеры плавают. Поддувальная дверка выполнена таким образом, что наиболее часто встречающиеся размеры по запросам печников сделаны. Потому что у нас есть прочесная, допустим, из серии лофт двойка и однерочка. Обе прочесные, направления это прочесные дверки, но они под разный размер. Ну вообще, вот вы сказали про печников, то есть вы взаимодействуете с печниками, слышите обратную связь? Да, с российским печным обществом мы сотрудничаем, поэтому многие вопросы, вот как раз маркетинг у нас занимается. При постановке на производство того или иного вида той или иной дверки, значит спрашиваются, допустим, особенности эксплуатации, допустим, у наших печников у российских. То есть запрашиваются и говорят, ну вот мы хотим вот такое вот выпустить, как, на ваш взгляд, это правильно, неправильно использовать. Требования, которые предъявляются к этой дверке, где-то что-то улучшить сразу. Допустим, потому что вот, будем говорить, вот у нас есть серия карелия, а вот серия лофт. В принципе, в принципе, они идентичны, но только у нас серия лофт идет уплотненная. То есть это с уплотнением? Уплотненная, без шнур, безо всего. А серия карелия идет, это герметичная серия. Значит специальная у них защелка и проложено все у нас уплотнительным швом, шнуром. Да, здесь как дверка прилегает к крышке, крышка к рамке прилегает через уплотнитель, также и стекло к рамке, крышке тоже через уплотнительный шнур. Направление импортозамещения также присутствует. Ну что вот это раньше, ну у финнов я по крайней мере видел. То есть это тоже, так скажем, одна из идей, которую можем у себя в России правильно осуществлять. Вот лофт по одному направлению идет, будем так говорить, это классическая схема прочесных дверок. То есть распашная крышка и вторая у нас, это второй вариант, это накидной. Накидной вариант, ну да, как финны. Ну у нас такой вариант, это уже давно идет. Допустим, такие есть неуплотненные. ДПР-3 они лабиринтного типа, неуплотненные, без шнуров установлены. А именно эта серия идет уже непосредственно со шнуром. Ну по стеклу еще хотелось бы тоже уточнить, как стоит стекло, есть ли нарекания от покупателей, то есть лопается, не лопается. То есть как ведется. Мы уже давно устанавливаем это термостойкое стекло фирмы Робакс. Ну то есть зарекомендовала на себя. Претензий никаких нету. То же самое, как и уплотнительные шнуры везде используются, тоже немецкие. На сегодняшний день как бы у нас и стекло, и шнуры в достаточном количестве и на производстве есть, и у наших, скажем так, основных поставщиков проблем никаких нету по поставке им. Да, хотел бы еще обратить внимание на всю выставку, вот если мы сюда пройдем, ближе к середине, что она очень большая. Вот мы с заводом уже взаимодействуем достаточно большое время. И за это время она выросла, ну не знаю, в 10 раз, наверное, если не больше. То есть и двери появились такие более интересные. То есть то, что у клиента появляется большой выбор продукции, и применение также увеличивается. И с этими уже дверями, с фурнитурой можно делать уже красивые вещи. С финнами попрощались, с заграничными дверками попрощались, то есть наше российское литье уже вышло на уровень. Значит, это типа холмат. Сделали, посмотрели, что у нас, скажем так, Польша делает. Из последнего у нас это вот, допустим, вставочка на каминную дверку, каминная дверка ДКГ-7 светлится. Со стеклом и для каменки. Да, тоже для каменки сделана с чугунной вставкой. Для того, чтобы можно было использовать ее в банных печах. Значит, здесь, ну здесь вот серия идет. Здесь у нас представлены вентиляционные решетки. Ну здесь декоратив. Есть как просто, скажем так, с узорами, но также и с декоративными элементами, ну с картинами на тему рукоморья. Сказки. Сказки Александра Сергеевича Пушкина. Все, допустим, каминные дверки, то, что мы, мы всегда пропагандируем, то есть, нашу природу. Нашу природу. Алтайский край. Здесь Алтайский край, взоры различные и домик в деревне, лось. Значит, буквально тот же прошлого года дверки. Значит, есть у нас дверки ДК-2В, которую мы выпускаем уже более там 15 лет. 15 лет. Но, значит, опять же, по просьбам наших постоянных клиентов, значит, сделали маленечко другой вариант. Это у нас неуплотненная дверка. Сделали герметичный вариант. Герметичный вариант как идет у нас как с шибером, так и без шиберный вариант. Для различной установки. Также вот еще у нас была изготовлена в прошлом году по просьбе также наших потребителей, которые делают печи КДМ. Значит, им надо было вот именно крышку сделать, чтобы она совпадала с радиусом кирпичной кладки. Значит, это как раз было сделано именно для их круглых отопительных печей КДМ, банных печей. То есть, все виды продукции, которые они используют. По, скажем так, взаимодействию с нашими клиентами, которые наше печное литье продают и работают, скажем так, с другой продукцией. И расширяя свои технологические возможности и применяя их для литья, скажем так, было принято решение, там, 4-5 лет назад, выйти на производство вот таких чугунных печей. Чугунных отопительных печей. Здесь не все, конечно, представлены, но это основная. Тут еще двух печей нету. Начинаю от маленькой. Больше, больше, больше. И самая вот эта большая по мощности и по габаритам. Это наша печь ПМЧ-9. Значит, то же самое. Значит, берется какой-то аналог, который очень хорошо продается. Но здесь аналог козы, правильно? Да, практически. Это польский? Польский. Польский. Ну, если рядом поставишь, наверное, сильно не отмечаешь. Но суть в том, что она же, раз, это красота, а второе, это тепло. То есть мы от нее также, КПД хорошо продаются. Да, все то же самое, значит, все переработано, стенки увеличены, толщина стенок увеличена для того, чтобы, скажем так, предотвратить все различные возможности. Если, опять же, будут использовать в качестве топлива уголь, она и уголь выдержит. То есть протопку углем, это вопросов для нее не составит. То есть вы закладываете запас прочности в своей печи как раз, чтобы, ну, как говорится в кавычках, на дурака, да? То есть вы не знаете, как будет использоваться? Дело в том, что, видите, ну, Польша, европейская страна, уголь, возможно, они не так активно используют. То есть они там топливо в виде дров используют, в виде различных брикетов топливных и с более низкой теплотой сгорания. Значит, а у нас в Сибири, у нас есть наличие угля. Поэтому все равно будет вложиться сюда уголь. Даже если растопят дровами, все равно потом заложат уголь. Добавят уголь, потому что уголь больше длительное время сохраняет как бы теплоотдачу печи, ну и все прочее. Ну и тем более, чем толще стенка, тем больше теплоемкость данной печи. Конечно, есть определенный баланс. Да, это и ресурс, это и надежность, и увеличение теплоемкости. Конечно, все это в разумных определенных пределах, что здесь стенку не сделаешь 20 миллиметров, тогда она будет неподъемная и трудна для эксплуатации, для установки в индивидуальных домах. Ну а так, тоже зарекомендовала себя очень хорошо. Еще хотелось бы проговорить по ценам. То есть цены европейских брендов, да, вот то, что, допустим, та же Коза и ваши цены, они, я думаю, что они на порядок должны быть ниже. Да, примерно. Потому что у нас нет вот этой, как ее называют, границы, когда пересекаем, ну вот, везется из Польши налоги, вот эти налоговые переплаты, то есть мы от них уходим, когда мы производим это все в России. Там свои скидки, у них там свои скидки. Конечно, нету логистических затрат, нету различных таможенных платежей, но и все равно потребителю даже с Польши привезти сюда в Новосибирск, или в Иркутск, или в Красноярск, это будет все равно дороже, чем с Алтая привезти. Да, так что, я думаю, это тоже большой плюс нашего российского производства, когда мы делаем у себя и не возим там через всю нашу Россию необъятную, Россию, страну необъятную, и мир, можно сказать, и приобретаем это у наших российских производителей. Образно мы прошли сейчас по витрине, по образцам печей, так скажем, не по всему. Я думаю, что, ну, кто знаком с этой продукцией, знает, что большая линейка как раз и задвижек, плит. В общем, большой ассортимент на сайте, эта вся информация есть. Здесь мы посмотрели как раз эту красоту, так скажем, которую мы видим на печах. Хотелось бы подытожить сегодняшний день. Прошли все производство, зашли в каждый цех, увидели каждый технологический процесс. Я думаю, что будет интересно посмотреть вам, зрителям, поучаствовать, так скажем, в этом, ну, заочно, как это все выглядело. Очень интересно, то есть, сами уже были здесь на заводе, но сейчас уже с более технической стороны подошли, переговорили со всеми специалистами, и понимание именно сложности процесса доходит, что это, ну, не так просто сделать красивое, качественное чугунное литье, касаемо это и дверей, и художественных работ. Поэтому ценим, ценим труд литейщика, то есть, и снимаем дальше. Я думаю, что материал должен вам зайти по-любому, то есть, очень интересное было, плодотворный день, и интересные процессы были сняты. Всем спасибо за внимание, смотрим, ставим лайки, подписываемся, все по схеме. Всем пока, ваш печной мир. Субтитры сделал DimaTorzok